Вставить инвестиционную надбавку. Инвестиционные надбавки у нас исключительно в отрасли за счет населения. То есть в тарифе будет сидеть строго наши денежки, такие красивенькие, за которые они себе купили предприятия. За наши. За наши. При этом они нас забыли спросить. И при этом вот раздел инвестиционная политика. Не раскрываются источники. А кредит дал кто Сбербан? Не знаю, кто дал. Написано, что они договорились о кредитах. Да почему обязательно Сбербан? Своим людям. Это же кредит не сразу, тут же еще какая техника. Вы посмотрите. Это, да, громадное на протяжении нескольких лет. То есть они возьмут сегодня 10 миллиардов, через год 18 миллиардов, то есть повышая нам. Часть из них, они уже написали в других статьях их товарищи, что они часть отложат на депозит. Потому что пока они приведут в порядок хозяйство ММ, а я этого и не подозревала, там оказывается все рушится, немножко подзаработать. Нет, конечно они не заработают, поверьте мне, на этих депозитах там, да. Но вы понимаете, что курочка, я говорю, все это знает. И вообще так приятно, вот положил в утром сало, там 60 миллиардов набежал. А зачем вам продавать? Отчеркнули они, чтобы он был в утром? Нет, они, полиция Москвы заявила, что оно убыточное. И что? И я вам объяснила то, что я поняла. Потому что я не аудитор, я поняла из объяснений, что это выглядит так, 7-миллиардная задолженность не является задолженностью. Это постоянное балансирование, которое есть у любых торговцев нормальных. Это же вечно вот это и все. Где деньги? Деньги в товаре. Дома ни хрена нет, где деньги? Деньги в товаре. А сейчас интересно посмотреть через угол. Это надо обязательно. Я вам скажу. Вот тут мы возвращаемся к вопросу. Мы будем платить с карманом в бюджет налоги и еще раз сзади. Теперь вернемся к тому, что это общество с ограниченной ответственностью. До этого у нас было открытие акционерного общества. Открытое акционерное общество по закону обязаны отчитываться перед всеми. Открытая отчетность. То есть любой тыкает пальцем куда не надо и попадает, и там что-то находит. Любой акционер? Нет. Открытая отчетность – нет. Это отчеты присылают любому акционерному. А там сейчас и давно оно публикуется на сайтах этих акционерных обществ. А вот письменно, чтоб ты мне провалился, надо быть Навальным. Он же их терзал. Они ему писали, что у них нет столько бумаги, у них отчет 300 страниц. Он сказал, что он согласен оплатить наложенным платежом, только пусть он будет. Общества с ограниченной ответственностью не обязаны отчитываться ни перед кем, кроме пайщиков. Это разница, тут акционеры. Мы с вами идем на рынок и говорим в паевой фонд. И говорим, у вас там маяк есть? Ну, в паяк. Он говорит, да, конечно, мы играем, вот видите, мы вам что-то заработали. А здесь они захотят, они пайщики по закону на своих собраниях решают, какой вообще отчитываются ли они. Ну, перед собой это они отчитываются. И в каком опиловании? То есть это абсолютно свободная их воля и земли. То есть мы потеряли тем самым полностью возможность контролировать их деятельность хотя бы за счет изучения анализа финансово-хозяйственной деятельности. Ну, единственное, что остается возможностью, по защите прав потребителей предоставлять, скажем, верную информацию. Вот такой вот кусочек, ну, они должны представить... А они вам скажут, что вы не потребитель. Да, очень интересно. Да, есть понятие оконечных потребителей, еще придется доказывать, что мы оконечные, кто кому собакет. То есть досталась вот такая вот... Ну, они напишут прибыль. Такая это чистая прибыль русская. Проверить не сможете. Через банк. Не, ну, это цель. Это вместо того, чтобы получали полные открытые отчеты, где любой профессионал ловит их там на всяких... Потому что невозможно скрыть, невозможно. Можно скрывать год-два, рано или поздно это выпрыгивает. Торное соотношение. То есть вот это самое поразительное. В этой сделке, честно. Не только то, что денег нет. То есть это Байкал Финанс Группу или что там покупала? Байкал Финанс Группу. Это Байкал Финанс Группу. Да. Это именно вот ситуация, при которой тот, кто пришел, собственных средств практически не имеет. Видите, сейчас уже пишут, что 50 миллиардов. Но первые сведения, которые мы получили сразу после сделки, вот были о том, что 89 миллиардов полностью. А кто туда обходит? Да. Еще косвенное доказательство. Перед началом аукциона нужно было дать 10 процентов стоимости аукциона. То есть 10 миллиардов. Они положили 10 миллиардов и написали, что даже бултыхание этих 10 миллиардов в течение там 3-х недель, ну, пошел Солжен Катарин, принесет им финансовую нагрузку, обожаю я эти ауферизмы, значит, в 700 миллионов рублей. То есть у них денег нет вообще. То есть под какой же у них процент добавили, если за месяц 700? Как? А потребительский кредит 70 процентов в год. Ага. Потребительский кредит 70 процентов в год. Они немножко взяли побольше. Никто не знает, понимаете? Это вот что значит непрозрачность. Дело не в том, что 296 единиц спецтехники или там. Это не Голикова. Все от напала, то так быстро пихнула. Так Голикова непонятно, девушка-то соответствующего пошиба. Да. Она разломила. А то, если вы не говорите, что она не корма пришла. Вы хотите сказать, что сейчас они не кровати меняют, а девочек, что ли? Да я не верю в это. Да. Тем не менее. Не верю в это. Не верю в это. Что это значит? Еще раз вам повторяю. Мы, когда, например, придем к вам к ЕФД, вы увидите, что такое инвестиционная составляющая для нас. И вот здесь вот на эти вопросы надо формулировать эти вопросы и задавать. Но я вот не знаю как. ООО «Газпромэнергохолдинг». Да. Что такое холдинг? Холдинг – это еще объединение. Под этим сидят ООО «шки» какие-то, которые абсолютно как тараканы будут распригаться. А руководитель? Кто руководитель? Совет директоров? Кто там? Совет директоров? Кто там? Все равно. Делается все под кого-то. Бирюков в Совете директоров сейчас. Они ничего пока не поменяют. Поэтому не могу сказать. Крупнейшая региональная приватизация за всю историю России. Значит почему? На 1 июля казачейство Российской Федерации за полгода приватизировало предприятие активов на 17 миллиардов рублей. А эти купили. На 98. Ну вот тут описываю, что я просто потестовала. Все понятно? Нет, вот это все. Вот гендиректор Майек нам пишет. «Идирект Газпрома или МОСЭнерго. Надеюсь, что это серьезно. То есть сидит молодое дарование товарищ гендиректор. И рассказывают о тоске и печали, как и вот все эти 7 миллиардов его калышки на трех страницах. А при этом они с МОСЭнерго рассчитались на 800 миллионов переходящих этим бесконечно. Пожалуйста, бизнес-план на 13-й год. Это еще Майек он никому не продан. Мы закладываем более 3 миллиардов рублей очевидного эффекта от присоединения МТК. То есть они планируют, что они улучшат на 3 миллиарда показателей. Но существует и косвенный эффект. Мы перестаем нести дополнительную ракуруску в виде обслуживания кредитов, взятых для того, чтобы оплачивать своей же дочерней компанией транзит тепла. Но это все из этой серии товарных кредитов, где процент налегает. И из этого это пишется для людей, кто даже не понимает механику. Жить в кредит – это современное состояние. Понимаете? Самое главное – это понемножку кормить кредитора. Ну, чтобы знал, что ты честный должник такой. Поэтому тут очень странный… Вот планы с 2014 года. Это пишется в марте месяце этого года. Уже разговоры о продаже идут на полный ход. Так что… Я могу вам сказать одно, что эта продажа более чем для меня загадочная. Я не понимаю… То есть, вернее, я понимаю ее так. А это была обвозкомпания. То есть, очевидно, давление было, она была… И перешла обвозкомпания. Но при этом правительство Москвы, значит, сделало ноги. В чем же ситуация? Это, вероятно, дело вот в чем. Вы знаете, что у «Газпрома» почти на 17% – это по их собственной отчетности, а злые языки утверждают, что на 30% упала продажа газа на Запад. Наша гениальная политика сверхдержания, вот эти серебряные махания картонными мечами, оно имело свои последствия. Люди относятся к этому серьезно. Есть страны, которые от нас совершенно не зависят, как Франция или Италия. Остальные страны почесали в потелице и решили, что надо как-то сокращать вот эту любовь. Газпрома. Похоже на насилие. И это как-то вот съехало. А ребята же привыкли, что все дается просто. Внутри страны они работать не хотят, это видно. Значит, у нас было, когда Путин пришел, 40% сельских населенных мест не отаварено газом, когда он, увы, не ушел – 36. То есть за 20 лет, за 13 лет вернее, а нос умело 4. Вы вдумайтесь вообще. То есть не сделано ничего. Может эти четыре, сказал нашел гитар, вовсе не новые, а заменили старые татьяные. Вы не умеете читать отчеты и ушел. То есть им не интересно, это же страшная вознява по этим весям там. Я не знаю, а зачем? Зачем? Тут трубу вот такую вот, заглушку открутил, закрутил, счастье, и деньги вернется. Да и деньги вернется, да. И тогда, раз там такая наступила засуха, значит, надо найти источник, конечно, не в виде этих населенных пунктов, помню. Мерзавцы там расплодились, заплысили. А что-нибудь адекватное, да? Такое, что корреспондируется по легкой струбочке. Ну, пусть к всех везде. Что? Вот город, 12 миллионов, где население. А главное, что промышленное потребление газа, электричество-то надо, значит, газ нужен вот так. И вот господа переехали сюда. И таким образом вот и пробовали оплатить и иметь. Разрешите ремонт? Да, конечно. Мартин Минси Бетро, Плачков, фракции коммунистов МОС Бургуми сказал, когда я говорю, вы будете делать критировку в бюджет, уже сделаем, да? Да что такое? У нас дыра 100 миллиардов. Да что? А у нас несколько компаний, их отобрали, у нас налоги сократились на 100 миллиардов. Впереди выборы. На 100 сократились налоги и гостовочник получили. У нас ведь, действительно, перерегистрировались, они все перерегистрировались на те места, где они, собственно говоря, добывают. И их деньги, налоги перешли на всякие там Кемеровские и Екатеринбург, Свердловские области в той или иной степени. Но тут оказалось, что они в офшорах, но от нас ушло. Мы ничего не умеем делать, мы ничего не делаем в городе, мы в этом смысле рантье, если не сказать, что мы паразиты. И вот эта жизнь, рано или поздно, нам повернулась спиной. То есть уходят эти компании, а возместить нам не в чем. Но население еще не опомнилось. И поэтому можно совершать такие сделки, покрытия, сдержки за счет вот инвестиционных, прежде всего, составляющих. Вы вспомните события. Нам что, перевыборим, сказали, что тарифы на ЖКХ будут заморожены на три года. С 1 июля электричество поднялось на 48 копеек за киловатт. Ну, здесь нужно с процентами. И что? Ну, эти две недели...